Да, мы на самом деле переходим с вами ко второй части нашего МХ-форума. Если в первой части у нас был баттл с разными позициями, то теперь это часть советов. Каждый из наших спикеров пережил, понял, осознал то, про что он будет говорить. И касаемся мы тех тем, которые Андрей в первой части назвал как самой болезненной, популярной среди тех подростков, которых мы опрашивали. И начнем мы с тяжелой, непростой темы про буллинг. И на самом деле интересная предыстория есть у того, как мы работали с этой темой. Оказалось, что не все так просто с буллингом, не все так однозначно. И не все то буллинг, что называется буллингом, и не все хотят в него попадать, да и не обязательно в него попадать. И поэтому два наших спикера сейчас расскажут, во-первых, про то, а что такое буллинг глазами на самом деле подростков, а второе — это про то, где действительно сейчас есть буллинг для тех, кому от 14 и выше. Лиза, мы тебя очень ждем с твоим выступлением. Лиза идет, да. Аплодисменты Лизе. Помним о том, что «Имха-форум» — это форум реальных позиций и реальных историй. И то, о чем говорят наши спикеры, это действительно выстраданная, выжившая позиция. Жиза. Жиза, да. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Лиза. И я пережила травлю. Я не стесняюсь об этом говорить, хотя в России почему-то эта тема считается постыдной. Меня это всегда удивляло, потому что сама Россия находится на пятом месте по травле в школе. То есть это нужно понимать, это присутствует в наших школах, и 35% учеников с этим сталкиваются. Да. Когда я готовилась к этой теме, мне сказали, что я не имею права шутить на эту тему, потому что тема грустная. И такое, как бы, говорить что-то смешное и как-то пытаться сделать из этого шутку у меня не получится. Так что давайте, так сказать, будем сосредоточены. Больше всего я сейчас буду работать с залом, потому что тема довольно обширная, и у каждого на нее свое мнение. Но перед тем я хочу вас попросить, пожалуйста, все, кого травеют, давайте сейчас чешется, поднимите лапки. Вот. Пожалуйста, работайте сейчас со мной, у меня к вам будут вопросики, вы должны это понять. И я думаю, я не буду объяснять вам, что такое буллинг. Считывать эти длинные термины из учебников – это скучно и неинтересно. Буллинг – это, ну, травля в постронародье, вы все это понимаете, что это такое. Когда, чаще всего, я сейчас буду обсуждать, только когда это происходит в школе, потому что буллинг есть везде. На работе, в детском саде, где угодно. Он, то есть, присутствует, где присутствует общество. Итак, первый вопрос, собственно, давайте так, смоделируем ситуацию. Вот у каждого из вас есть друг, близкий, вы с ним часто общаетесь, и это хороший человек. И тут вы узнаете, что его травят. На данный момент вы находитесь в другом городе, и все, чем вы можете помочь этому человеку, это дать ему хороший совет. Вот какой у вас будет совет своему другу, что ему делать в такой ситуации? Ну, по сути, не обращать внимания, забить на это, потому что людям станет скучно востровить, и это закончится. Я вот по своему опыту знаю, что человек может закончиться раньше, чем интересы людей, которые его травят. И из своего опыта, мне кажется, что самое полезное направление для мысли, для человека внутри ситуации, это то, что это не про тебя, это про них. Это не потому, что ты какой-то не такой, не хороший, это не поэтому. Это потому, что у этих людей в жизни что-то не в порядке. И они таким образом это что-то не в порядке проявляют, выплескивают и так далее. Да, это неприятно, когда издеваются, бьют, обзываются и так далее. Но еще неприятнее в тысячу раз, когда ты думаешь, что виноват ты. Здесь вот как бы это как-то пацифистски не прозвучало, но не нужно пытаться как-то этому противостоять, потому что в основном травля это что-то групповое против личностного. Ну то есть против конкретной личности, например. И как-то пытаясь противостоять, ты разжигаешь и даешь новые поводы как раз-таки той группе, которая и направляет на тебя травлю, повторюсь же. Вообще давать советы в такой ситуации – дело очень неблагодарное, но своему другу я бы посоветовал стратегию избегания. Сменить школу, сменить класс, сбежать. Мне кажется, в первую очередь не нужно этого скрывать, нужно рассказать родителям, чтобы родители были в курсе, если это происходит в школе, чтобы школьный, допустим, классный руководитель или тот учитель, которому вы доверяете, с кем вы в хороших отношениях, должен быть в курсе этого всего. Самый правильный ответ прозвучал. Просто я учитель. Да, действительно, самый правильный ответ – это рассказать окружающим о своей проблеме. В нашем обществе, я сделаю упор на то, что это стереотипное общество, считается, что рассказывать свои проблемы – это… Ты слабак, если ты рассказываешь об этом. У нас такие все время говорят, что ты трус, ты ябеда. То есть не считается нормальным рассказать взрослым о том, что тебя травят. И люди из-за этого страдают. Самое правильное именно в этой ситуации – именно совет, то есть действие, что делать. Это именно обратиться за помощью. Неважно кому. Самое главное – вы должны понимать, что вы доверяете этому человеку. и нет и не будет для вас никаких последствий. Все. То есть я считаю, вот есть разные способы, что с этим делать. Вот тут прозвучал совет – убежать. Я всегда, когда его говорю, я лично сделала именно так. Я убежала. Я перешла в другую школу, и мне сейчас в другой школе. Хорошо. То есть тоже такой вариант. Но когда я рассказывала об этом другим, они сказали, ну как так? Ты убежала? Ты же убежала от проблемы. Ты ее не решила. Но, знаете, зато у меня психическое состояние нормальное сейчас. В отличие от моих некоторых друзей, которые травили, и они ничего с этим не делали. Они не знали, что делать, как поступить. Они молчали, и у них сейчас проблемы. Так вот. Далее. Признаки буллинга. Я не буду сейчас перечислить долгие признаки, как что происходит, потому что, во-первых, это очень индивидуально. А во-вторых, нужно понять. Вот не все то буллинг, что буллинг. У нас есть такой тезис. Определяете, травят ли вас только вы. Никто не имеет права вам говорить. Тебя не травят, тебя просто обзывают. Тебя не травят, тебя просто бьют. Нет. Как бы вы должны понимать, что если вам некомфортно в обществе, это ненормально. Вам должно быть комфортно, уютно и хорошо. Из решений я говорила, что я перешла в другую школу. Я сейчас буду говорить более масштабное решение. Я перешла в школу, в которых классы по полу раздельные. То есть у нас целый класс мальчиков или целый класс девочек. И я провела в этой школе довольно большое время. Я могу вам сказать. Вот земельская гимназия, может, кто-нибудь ее знает. Тут много из Подмосковья. Никто не знает. Ладно. Именно женские классы, они спокойные. И я не знаю, как было в мужских, но я была и в младшей, и в старшей гимназии. Чаще, кстати, буллинг происходит в младших классах. У них там этого нет, потому что как-то все сглаживается. Ты больше относишься к девушкам с дружественностью. Я еще дальше буду рассказывать свою историю, так сказать. Когда я перешла в другой класс, так случилось, что я попала в класс женский, где были девушки, которые меня травили. Как вы думаете, какие у меня с ними отношения? Да, именно так. Я их ненавидела в младших классах. Когда я с них встретилась в такой обстановке, когда только девушки, как-то все наладилось. Вот такие дела. Вот так. Ну что, я так понимаю, что у нас есть возможность покоммуницировать чуть-чуть с залом. Вопросы, отношения. Может быть, кто-то хочет что-то дополнить. Да, действительно. О, я схожу. Моя любимая половина зала. Спасибо. Прозвучал тезис о том, что в женских классах травят меньше. Но, скажем так, буду говорить о себе. На практике, как мне кажется, ситуация несколько иная. То есть, например, среди всех моих знакомых, скажем так, кого травят, которые открыто заявляют об этом, их травят женщины, девушки, девочки. Я имею в виду женское общество. Полностью женское. Их травят женщины. Но упор на том, что вокруг только женщины. Знаете, давайте не будем углубляться в эту тему. Сейчас в тему полов мы углубимся. Это такая топ, знаешь. Я знаю, конечно. Просто говорят, что женского абьюза не существует, но на практике не так. Спасибо. Я лично за 6 лет пребывания в школе, в которой только женские классы меня ни разу не травили. Хотя я человек довольно запоминающийся. Травить меня любят. Когда я перехожу в какие-то другие общества, меня как бы не против. Ну, прикольно. Но именно в классе, в женском, меня ни разу такого не было. Ну, прозвучала позиция. Как бы понятно, что... Я за. У каждого свой опыт. Давайте будем двигаться дальше. Я точно видел. Вызрыв на праве. Травят и мальчики, и девочки. Все козлы. АПЛОДИСМЕНТЫ О, вот они, вот они, мальчики. Да. Ну, когда ты спросила тот вопрос, что когда вот твоего друга начинают травить, вот, то что... А, мне встать надо, извиняюсь. То что бы ты сделал? К сожалению, я был где-то в параллельной вселенной, почему-то не сказал. На самом деле, я, конечно, не хочу хвастаться, но, точнее, вот это очень жизненная ситуация. Вот мой, один из моих лучших друзей, его действительно вот и в младших классах, и даже после старших классов, его как бы наш класс недолюбливал, да. И часто есть у нас такая там девчачья компания, которая тоже его там оскорбляли, травили. Вот. Но случилось так, что я оказался более авторитетным его, и с этими девочками хорошо общался. Я просто потом, в один прекрасный момент, там, с ними, когда они начали опять на него наезжать, такой сказал, что там, ну, девочки, ну, он же хороший парень, давайте не будем так, ну, вы поймите, да. Вот, все объяснил, и после этого реально трава прекратилась. Возможно, где-то там его за спиной еще и оскорбляли, вот, но никогда при всех при нем не говорили. Это тоже вариант. И еще, я, конечно, не знаю, возможно, я тебя как-то подкорректирую или, вот, и что-то типа такого, но, возможно, тебя перестали травить не потому, что ты перешла в женский коллектив, а потому, что ты просто выросла, и те ребята тоже выросли, вот. А когда с возрастом, это все проходит, в принципе. Вот, спасибо. Я, знаешь, мне понравилась твоя true story, это прикольно. Не знаю, что про возраст. Меня, как бы, когда я приезжала в лагеря, меня и в старшем травили. Так что это про возраст тут ничего не скажешь. Может, я такой человек. Так, что там, кто дальше? Лиз, я выступал после тебя, у нас с тобой довольно-таки схожие темы, и в обоих случаях у нас с тобой буллеры в прошлом стали друзьями в настоящем. Вот как ты думаешь, буллеры являются потенциальными лучшими друзьями или нет? Во-первых, давайте начнем с того, что все ситуации разные. И сейчас, общаясь с людьми, которые раньше меня травили, я с ними прекрасно общаюсь. По крайней мере, я так считаю. Не знаю, смогут ли они стать лучшими друзьями. Честно. Потому что я не знаю этих людей. Потому как бы нужно понимать, что все индивидуально. Но такое возможно, потому что вы проходите через что-то вместе, пусть даже не очень негативное. Так что вполне возможно, что если вы потом все эти негативы этот уладите, что-то может быть дружественное между вами. Вот так вот. На самом деле прозвучал очень классный тезис. Мне он очень понравился. Все козлы. На самом деле у любого класса, у любой школы и в принципе в любой группе есть какая-то доминирующая сила, которая как раз и регулирует эти правила взаимоотношения. Если в принципе класс построен как царство животных, в которых сильная группа никогда не вступится за слабую, то буллинг будет и его будет много. Правильный был совет обратиться к учителю как к доминирующей силе, которая поможет наладить эти взаимоотношения. Но на самом деле в вопросе буллинга в первую очередь, как мне кажется, но это вопрос именно учителя. Потому что в начальных классах, по крайней мере, эту атмосферу, эту структуру взаимоотношений и взаимоуважения строит именно учителя. А вот в старших классах уже авторитеты, группы, как сказали на примере. Так что на самом деле очень важно не быть в стороне. Если вдруг вы оказываетесь в доминирующей силе, иногда очень полезно вступиться за человека, даже если есть шанс получить люлей за это. Так что на самом деле главное не быть равнодушным. И мне кажется, тогда можно что-то изменить хотя бы своим силам. Спасибо. Спасибо. Классная позиция. Мне понравилось. Давайте еще два высказывания из зала и будем двигаться дальше. Ну, у меня не столько высказываний, у меня просто вопрос. Получается, что те люди, которые раньше проявляли на тебя агрессию, ты с ними сейчас хорошо общаешься, да? Но в какой-то момент же у тебя таилась, в тебе таилась обида на них. Как ты перешла это состояние? Как ты пережила это? Как ты перестала, не знаю, обижаться на этих людей? Большинство же переживает такой момент, то, что буллинг заканчивается, но обида-то остается, и ее нужно как-то отпустить, чтобы продолжать жить дальше. Знаешь, я вообще-то про них забыла, про их существование. Поскольку я перешла в другую школу, я перестала про них думать, а наш мозг имеет такое свойство, он забывает все плохое. И, видимо, мой мозг так и сделает, так что когда я их увидела уже во взрослом возрасте, они неплохие девушки, нормальные. Так что я с ними так и общалась. У меня была на них какая-то обида в младших классах, конечно, как не может ее не быть после такого, но когда я уже выросла, увидела их опять, то нет, нормально. Ничего этого не было. Ну, в общем, у тебя позиция, что время лечит, да? Все. Друзья, обижающие люди, как правило, это сами глубоко обиженные. Ну, так показывает, как психологическая практика. И поэтому все лежит в нашей структуре личности. И чтобы сформировать человека, который не будет заниматься травлей, наверное, нужны какие-то базовые принципы, чтобы существовали в нем. И тогда этого не будет. А именно достоинство, взаимоуважение и ответственность. И вот, кстати говоря, в гимназии как раз-таки одна из рабочих программ такими важными ценностями называется достоинство, взаимоуважение и ответственность. Если это в нас есть, то это позволит нам, соответственно, не травить, не унижать, не оскорблять, формировать свою здоровую личность и личность окружающих. Спасибо. Можно еще добавить, мне кажется, хороший рецепт для тех, кого травят. Можете попробовать обратиться к лидерам мнений в классе. То есть, например, у меня в классе была девочка такая полная. ее посадили со мной за парту. Я была такая вот из лидеров мнений и как бы ко мне прислушивались. И я просто увидела, что девочку это начали травить. И я просто стала помогать ей избежать этой травли. То есть, я стала общаться отдельно с людьми, которые ее травили. И говорила, ну ты что, посмотри. Она как бы рассказывала о ее хороших качествах, говорила, что нельзя так поступать и так далее. То есть, я считаю, что те, которые травят, попробуйте обратиться лично вот к лидерам вашего класса. То есть, наверняка есть вот какие-то такие люди, которые просто вам помогут, но лично как-то вот неприлюдно именно со своей проблемой подойти, чтобы они как бы взяли вас под свое крыло. То есть, в ситуации с той девочкой просто эта травля закончилась, фактически так и не успев начаться. То есть, как рецепт личной практики. Но с другой стороны, то есть, меня никогда не травили и я старалась всех защищать. Как я и говорила, лучший способ – это к кому-то обратиться. Спасибо. Давай. Это хорошая идея обратиться к тому, кто сильнее тебя. Но я в своей жизни поступила так, что я обратилась к тем людям, которых тоже травили. До чего у нас создалась такая группа людей, которых травили, и теперь нам всех все равно. Вот так. Я, если не против, я должен признаться, что в свое время я тоже подвергался травле. И тогда я справился с этим с помощью взрослых. И я не вижу в этом ничего плохого – обратиться за поддержкой к тем, кому ты доверяешь, к взрослым, к сверстникам. Это нормально. Но с возрастом я потихоньку осознал, что в первую очередь избежать травли можно правильной позицией. Почему тебя должно волновать мнение того, какого-то незнакомого человека, который вдруг решил тебя травить? Ведь на самом деле травят они для того, чтобы увидеть вот эти вот твои эмоции, твою слабость, когда ты начинаешь против них кричать, плакать, увидеть твое бессилие. Если ты говоришь, что мне пофиг на себя, мне плевать на твое мнение, ты для меня никто, пожалуйста, со своим мнением отойди и просто не слушать, человек не добьется того, чего он хочет. Это моя позиция. Спасибо. Да, понятно, что тема прямо остро задевает аудиторию, но у нас есть еще один фокус обсуждения. Да, еще один фокус обсуждения этой темы затронем и для этого мы зовем нашего следующего спикера на сцену. Давайте сначала поблагодарим одного спикера уходящего. Да, супер. Все ликует. И Саша нам расскажет про то, что бывает с травлей в интернете, насколько я понимаю, да? Так, так. Где клики? Как это? Модное слово? Кибербуллинг. Кибербуллинг. Так. Пока выступала моя дорогая коллега Лиза, у меня появился вопрос, кого булили в зале в интернете. Кто с этим сталкивался, поднимите руки, пожалуйста. Ну, там оставляли комментарии дебильные под постами или просто... Ну, это хорошо. На самом деле, основываясь на статистике от постнауки, где-то 75% школьников Москвы булили в интернете, пускай не прямо, но косвенно. Так, ну... Настало время для основного выступления. Всем привет. Меня зовут Саша. Но друзья последние годы зовут меня активно гулять. И именно в этот промежуток времени у меня появился инстаграм-аккаунт, в котором я публикую очень много постов с прогулок, с путешествий. И, честно говоря, как говорил один мой хороший друг, с большим наплывом подписчиков наплывают хейтеры, которые постоянно оставляют негативные отзывы под вашими постами. И, честно говоря, они портят общую картину вашего профиля. Так. Как вы уже поняли, я буду рассказывать про кибербуллинг, с чем его едят и как с ним бороться на личном опыте. Так. Как тут приключать? Вот. Что такое кибербуллинг? Кибербуллинг — это та же самая отравля, просто другими способами. Ну, то есть через SMS-рассылки, через звонки по телефону или просто в чате. Вы оставили комментарии, вам пишут «Ха-ха-ха, нет, твое мнение, ерунда». И в основном эта критика, она не всегда имеет какую-то адекватную разумную почву. Стоит отметить, что подростки вперед с 11 по 16 лет, они очень сильно восприимчивы к чужому мнению. Они очень сильно волнуются за свою репутацию. Вот кто из вас волнуется за свою репутацию? Только вот очень-очень честно. Ну вот. Я думаю, вы меня понимаете. И именно вот в этот промежуток времени подростки начинали транслировать свою личную жизнь в интернет. То есть вот совпадают два таких не очень, неприятных момента. И злоумышленники пользуются этим, чтобы сделать из этого фан. Причем самое интересное то, что взрослые не всегда знают о том, что их ребенка буллит в интернете. Ну то есть, если еще в школе или в реале можно как-то увидеть, что ваш ребенок ведет себя странно, то в интернете это просто не увидишь. И даже если увидишь, что ты не знаешь, что с этим делать, потому что… Потому что. Это будет на следующем слайде. Так вот, что же отличает кибербуллинг от обычного буллинга? А вот что. Это круглосуточное вмешательство в личную жизнь. Ну то есть, предположим, вы вечером пришли домой уставше после учебного дня, и тут вам приходит уведомление. Вы думаете, «О, вот, это та самая девочка или тот самый мальчик написал и оставил. Вау, ты такой крутой!» А на самом деле тебе пишут «Удали, пожалуйста, профиль. Твоё лицо, оно просто мерзость». Вот. И то есть, это может происходить когда угодно. Это может происходить поздной ночью, это может происходить рано утром, это может происходить, когда вы учитесь. Так, неограниченность от аудитории. Ну то есть, предположим, когда-то давным-давно вы решили зачилить с друзьями и поснимать видеоролики, где выпускаете отрыжки. Просто жизненная история. И тут какой-то чувак из компании решил залить этот видос в интернет. Чёрт! То есть, вы представляете себе вот эту вот ситуацию? Вы просыпаетесь обычным Сашей с кориком, засыпаете, а просыпаетесь интернет-звездой. Вы приходите в школу и с вами не здороваются, а тычут пальцем. Ха-ха! Это тот чувак, который пускал отрыжки в видеоролики. Нет, конечно, не самая лучшая репутация, особенно в школе, среди одноклассников. И самое страшное даже не то, что вас немного побулят во время волны хайпа, первой волны хайпа. Самое страшное то, что когда вы уже реализовавшись в жизни 22-летний мужик, и тут какой-то чувак решил перезалить этот видос в интернет. Вы ничего с этим не сможете поделать. Анонимность преследователя. Ну, анонимность преследователя это одна из самых важных проблем кибербуллинга, потому что нельзя отследить преследователя. То есть вы не знаете, кто сидит по ту сторону монитора. То ли это Петя из 5-го Б-класса, или же это маньяк-убийца. Хотя на самом деле шанс того, что это маньяк-убийца гораздо меньше, потому что если маньяк захочет вас убить, то он, скорее всего, будет втираться к вам в доверие. Мы об этом еще поговорим. Шутки шутками, но на самом деле некоторые подростки очень сильно верят кибербуллерам, потому что кибербуллеры, как я уже говорил ранее, они могут втираться в доверие и целенаправленно вас привести к каким-то депрессиям, ну и в худшем случае, естественно, суицидам. Все мы знаем такие паблики, как «Разбуди меня в 4.20» или «Синякит». Поднимите руки, кто знает вообще эти истории с суицидами. Лес рук, честно. Типа так они и поступали. Они втирались в доверие, а потом постепенно нагнетали обстановку. Они говорили «Слушай, мне кажется, в тебе что-то не то. Слушай, мне кажется, что у тебя что-то не так в жизни. Слушай, я нашел выход в окно». И типа нет, это смешно сейчас, но на самом деле это не смешно, потому что от этого пострадали многие подростки. И пострадали не только, ну как бы так сказать, плохие, но и хорошие. Действительно хорошие ребята, которые просто загнали себя. Вот, вы видите первую картинку. Это я затроллил девочку. Я пишу «Привет, скинь домашку». Она мне кидает, а я ей пишу «Ага, попалась? Ищи себя в паблике «Амбасадорис сельских угодий». На самом деле не самый лучший троллинг, но я пытался. А теперь приступим к моей истории. Она довольно-таки интересная, потому что несколько лет назад я завел свой паблик в ВК, где публиковал самый разный контент, начиная от двухмерных девочек, заканчивая видеороликами из реальной жизни. И, как вы можете наблюдать, появился такой индивид, который под всеми моими постами писал, типа, то, что паблик скатился, то, что контент не самый лучший. И первая картинка. Паблик скатился, отписки пошли, ты лох, короче, дрыщ. Да, он меня раскидал по фактам, ребят, ну, как бы тут, честно, это реально причина удалить паблик. Неудачная сатира, но все же. Вот, дальше мы с ним разговорились, вроде бы он втерся ко мне в доверие, и в один момент он мне пишет. Я говорил правду, она горькая, но все же ты должен ее принять. Видишь, как легко развести тебя на диалог. Теперь у меня есть твоя фотка, и я могу ей пользоваться. Чувак, тебе 12 лет. Тут он начинает втирать мне про то, что он какой-то манипулятор, как вы видите, всю ненормативную лексику я замазал, коряво замазал, но тем не менее. Вот. И пообщавшись с ним, я что-то как-то задумался, как-то он меня уже докучает. То есть какие-то его подколы уже не достают. Его принцип мышления мне уже давным-давно ясен. И в какой-то момент я решил сделать из этого фан. То есть поначалу я просто изменил отношение и наплевал на его буллинг, а потом просто решил повеселиться. Ну, почему бы и нет. И в конечном итоге каждый раз, когда он мне присылал словом манипулятора, я ему отправлял подъемный кран. Ну, вы видите, его комментарии очень струнны как раз на твоем уровне развития, но несмотря на такой извительный комментарий, он отреагировал. Твоя будущая профессия будет связана именно с этим краном. Казалось бы, найс рофл. Даже отчасти меня это задело. Но чувствуется какая-то нотка агрессии. И суть в том, что каждый раз, когда он меня пытался подколоть, вот вы видите, я замазал целое предложение, потому что оно целиком состояло, из-за ненормативной лексики не было. Даже предлога, даже союза, который бы нельзя было замазать. Вот. Ну, я каждый раз ему отправлял подъемный кран фоточки. И потом, в какой-то момент он окончательно меня настохренел, потому что, ребят, он начал подкалывать меня за то, что я веду затворнический образ жизни. Он начал меня подкалывать за то, что я смотрю аниме-сериалы. Он начал меня подкалывать за то, что я играю в компьютерные игры. Ребят, серьезно. типа ха-ха. Да, 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 типа чувак, блин, ну, как бы вообще, вообще, да, кошмар. Хотя на самом деле он был подписан на паблик с аниме. Чувак. Вот. Но потом, спустя полгода игнора, мы с ним очень долго не общались, 23 февраля утром я просыпаюсь и мне прилетает сообщение. Поздравляю. Ну, вы понимаете, какова была моя реакция, потому что я уже забыл, кто это, честно. И мы с ним что-то как-то разговаривались, он меня посоветовал как раз таки, ой, точнее, он меня попросил совет в плане аниме-сериалов, типа чувак, какой-то этого посоветуешь посмотреть. Да, это очень, это прям так забавно было, что я даже немного угорнул. И в конечном итоге, несколько месяцев назад мы с ним встретились в реале, мы с ним постоянно переписываемся, отправляем друг другу подарки по праздникам и даже в конце вот этого вот квеста ВК-Коин он мне отправил 110 последних тысяч монеток, потому что они ему не нужны. То есть вот такая вот интересная, забавная история. Так. А, ну, как мы все прекрасно знаем, буллинг в интернете коснулся не только меня, а некоторых селебритев тоже, и все мы знаем, что есть некоторые люди, которые решили сделать из этого хайп и карьеру. Поднимите руку те, кто знают фейса, рэпера. А кто слышал его последний альбом слайм? Ну, бай-ю-бай, засыпаемый, калашников. Круто. Этот чувак в 2017 году был никем. Он был известен в узких кругах. Но в 2018 он решился залить трек-бургер в... ой, в 2017 решил залить трек-бургер на YouTube. И он рванул. Потому что людям нравится ненавидеть. Они хейтили, они презирали, они прошлись по его родственникам, они прошлись по нему самому. Но чувак не огорчился. Он знал. Мало того, что он сделал деньги на этом клипе, мало того, что он стал интернет-звездой, так первые его нормальные альбомы после хейта рванули вмиг просто. Бай-бай, мой калашников. Вы начали слушать спустя два дня после релиза. Это невероятный результат для рэпера. И этот чувак на самом деле я им восхищаюсь, потому что пускай до него были такие индивиды, которые решили воспользоваться волной хейта, но не каждый готов на это пойти. К чему я веду? Я веду к тому, что даже если вас начали хейтить, если вас начали булить, если вас начали булить всем интернетом, попытайтесь изменить к этому отношение. Пути решения проблемы. Ну, для начала. Для начала это не реагировать на агрессию. то есть, предположим, вы выложили в Инстаграм фотку, где вы в плавательных шортах, и тут кто-то пишет. Ты толстый. Чего ты как-то... Ты толстый. Ну, без какого-либо обоснования, почему это плохо и чем это некрасиво. Вы не расте... Ну, как бы, можете не отвечать, можете поставить лайк, если это необходимо, но лучше всего описать внизу ответ. Чувак, я не толстый, я за бодипозитив. Ну, как бы... Вот. То есть, отшучиваться. Теперь второй пункт вытекает из первого. Это попытаться разглядеть в буллинге фан или просто изменить отношение к нему. Конечно, очень здорово просто наплевать на буллинг. Но в конечном итоге это может зайти так далеко, что интернет-буллер реально начнет вас преследовать. То есть, вам говорят, я тебя вычислю по IP, вы никак не реагируете. И он реально может вычислить по IP. Ну, типа, что только школьнику на ум не придет, лишь бы только не делать домашку. Ну, блин. Третье. Это в более серьезных случаях ограничить любым способом доступ к странице. То есть, если школьник оказался не школьником, а 30-летним мужиком Петей, то тут надо бежать. То есть, надо ограничить доступ к странице. Лучше всего сменить ее от греха подальше. Нет, не потому что вас это тронуло, а потому что, не потому что вас это затронуло, а потому что это может коснуться вас в реале. Так. Ну, теперь пару советов. Во-первых, не стоит провоцировать людей, если не готов столкнуться с хейтом. Это, скорее всего, больше относится к селебрити, которые любят пофлексить. Я в Париже, я в Ницце. То есть, быть готовым к тому, что наверняка кто-то из комментаторов напишет, типа, «А Сочи чем тебе не возошел?» Или «Почему не в Гленджике?» И надо быть готовым к тому, что если ты флексишь тем, что а-ля селебрити, надо быть готовым к тому, что найдутся хейтеры, которые начнут сразу же презирать тебя. И в интернете человек помогает себе сам, это определенно. То есть, интернет — это школа жизни в 21 веке. То есть, меня, когда попал в интернет, я вообще был зеленый. Честно, я даже не знал, что такое интернет. Я заходил в онлайн-игры и играл в шарики. Но в конечном итоге меня просто вынудила обстановка, атмосфера. Я подался в админы паблика. Каким идиотом я был. И именно вот этот администратор, в общем, пост администратора меня научил всем каким-то деталям, манерам поведения в интернете. Но несмотря на то, что человек в интернете помогает себе сам, никогда не надо пренебрегать помощью своих друзей. Что в реале, что в интернете. У меня много интернет-друзей, и все они меня в прошлом булили. Где-то 40% всех моих друзей это интернет-друзья, и все они меня булили. Типа, это такая ирония судьбы, что просто капец. И каждый раз, когда я сталкиваюсь с каким-то преследователем, я всегда обращаюсь к своим близким друзьям. Ну, в принципе, все. Держитесь. Удача будет с вами. Вопросы? Ну, у меня не вопрос. Я просто хотела сказать, что проблема интернет-буллинга, она действительно серьезная, потому что, например, в отличие от настоящего буллинга, когда человек тебе в глаза или не в глаза говорит какие-то гадости, то ты все равно… Это страшно, когда ты начинаешь думать, что эта проблема в тебе, но ты все равно эти слова слышишь голосом чужого человека. Проблема кибербуллинга, потому что, когда ты читаешь гадости про себя, ты это читаешь своим голосом, и как бы ты сам себя запрограммируешь на негатив. Поэтому нельзя воспринимать никем вот именно интернет-буллинг как что-то, ну, типа, простое, от этого легко ограничиться. Проблема в том, что ты сам себя начинаешь от этого накручивать, поэтому если, опять же, как в предыдущем выступлении говорилось, что если вы чувствуете себя некомфортно, то нужно с этим что-то делать. Поэтому и с интернет-буллингом точно так же. Вот. Я просто добавить немножко хотела. Я с тобой полностью загласен на части. Аплодисменты. Очень хорошая точка зрения. Просто в отличие от обычного буллинга, интернет-буллинг — это не то, с чем ты можешь всегда справиться. Ну, то есть, интернет-буллинг, он не в твоих руках. То есть, если в случае с буллингом намного лучше обратиться ко взрослым, если ситуация прям пахнет горелым, то в случае с интернет-буллингом ты сам решаешь свои проблемы, к сожалению. И остается только изменить ситуацию. Ой, изменить отношение к ситуации. Привет, Саша. У меня к тебе вопрос. После того, как ты стал более плотно общаться с тем человеком, который у тебя в прошлом, можно так сказать, мягко ненавидел, ты спросил его о причинах этого? И вообще, вы как поднимали эту тему? И что он ответил? Просто интересно. Он просто был в погоне за фаном, и он сам признает то, что это было у него подростковое, потому что у нас с ним два года разницы. На тот момент, когда он меня троллил, мне было 14, ему было 12. Ну, вы сами понимаете. Вот. Сейчас ему 14, он как раз-таки того возраста, в котором был я два года назад. И он сейчас говорит мне о том, что на самом деле я поступил даже в какой-то степени разумно. Намного разумнее и по-взрослому. Ну, в его понимании. Я сам так не считаю. Я просто... забил. Во-первых, сказать тебе спасибо. Вообще офигенно. Аниме топ. Шарики я тоже обожаю. Ну, у меня вопрос. Как отличить просто школьника, который по фану тебя троллит и там буллит, от реальной угрозы? Ну, для начала надо понять, насколько сомнительно выглядит этот человек в плане переписки. Ну, то есть, если он постоянно к каждому слову добавляет дорогой и милый, то тут уже стоит начать бить тревогу, потому что ты не знаешь, кто этот человек. В то же время, как и если он постоянно пишет тебе какие-то угрозы. Типа, я тебя найду, я тебя нашел, да и вообще я знаю, кто твоя сестра, кто твоя мама, и я знаю, где ты учишься. И вот это вот уже действительно повод начать бить тревогу. Я хотел рассказать небольшую, очень короткую историю именно интернет-рофлов, с которыми я столкнулся. Это были времена моей дикой молодости. Мне было лет 12, наверное, тогда была популярная ICQ, даже меньше. Еще была популярная ICQ, и там были чаты по интересам. Я в одном из них состоял, общался с ребятами на протяжении около года. Мы обсуждали, и они мумы обсуждали. И, в принципе, кучу интересных тем раскрывали. Я общался с каждым товарищем поотдельно. Проходит этот год, и чат умирает. Ну, никто там не пишет. Я такой, думаю, ребята, чего вы молчите? Ну, почему никто не пишет? Что случилось? И тут, это сейчас крипово даже будет, чувак пишет, ну, если честно, я устал притворяться, зарегистрировал 15 аккаунтов, и сидел синхронно в них, и отвечал каждый сам за себя. И создавал иллюзию, что в одном конференце находится 15 человек. Я был, да, я был с ним, и я понимаю, что это был спектакль ради меня. Я такой, вот это интересно. И как бы, когда психика еще неустойчивая, ну, понятно, около детской психики, ты такой, шо это было? То есть, в жизни такие подвохи бывают? Как с этим жить? И ты потом пытаешься понять, что у этого человека было в голове. И ты нагнетаешь себя. Но сейчас это весело и забавно, и идея для какого-то фильмеца. Мне кажется, ваша история больше про одиночество. Да, да, как Наруто Узмаки, техника теневого клонирования, и, да, и все, и заполняем чаты. А вот, насчет бить тревогу. Когда и вообще почему надо бить тревогу? Просто ты уже втерся ко мне в доверие, и как бы, да. Это круто. Когда надо бить тревогу, ну, типа, в каком плане? Что, типа, буллинг может перерасти в реальную угрозу? Ну, по-моему, девочка задавала подобный вопрос. Ну, то же самое. Ну, в плане, позадавать вопросы. Как ты ко мне относишься? Да, если вы изначально с человеком общались не очень хорошо, и тут он вам пишет, что вы общались с ним очень хорошо, и то, что ему нравится с вами общаться, ну, мне кажется, это повод бить тревогу. Если он постоянно говорит вам, либо если он чрезмерно с вами жесток, либо он чрезмерно с вами мягок. Слушайте, если школа ЛО пишет вам в чатике без грамматических ошибок и со знаками припинания, это палево. Это прямо вот. Это вряд ли школьник. Начинайте волноваться и бить тревогу, да. Это, скорее всего, тот самый взрослый 30-летний дядя, который что-то хочет, что-то прямо нехорошее. Давайте еще пару комментариев и будем двигаться дальше. Добрый день. Добрый. Здорово, братан. Сейчас вышли законы, статья «Теперь существует об оскорблении чувств верующих» и совсем недавно «Об оскорблении чувств властвующих». В связи с тем, что участились различные комментарии, посты в интернете насчет вот этих двух как бы отдельных, обособленных сфер, так назовем. Считаешь ли ты это необходимым? Ведь зачастую иногда маленький ребенок за неимением каких-либо аргументов переходит на что-то, например, оскорбляя приверженство той или иной конфессии и так далее. Считаешь ли ты необходимым эту статью? Имеет ли она место быть? Ну, да, мне кажется, потому что каждый имеет право на свое собственное мнение, просто это мнение надо выражать грамотно, правильно и без какой-то экспрессивной или ненормативной лексики. Всегда можно найти стилитически нейтральные синонимы. Ну, или хотя бы не так сильно отстаивать свою позицию, чтобы это не казалось тем, что ты навязываешь свои чувства и свои какие-то мысли по поводу религии или еще чего-то. вне зависимости от темы. Добрый день. Я хотел бы еще добавить по поводу буллинга, что вот в сети люди, можно сказать, стараются, чтобы как-то сделать больно. Так вот, осознание того, что человек старается причинить тебе боль, донести какой-то вред, от этого можно получить удовольствие. Человек старается ради тебя, чтобы сделать тебе хуже. Воспринимает это как, не знаю, похвалу себе, что вот ты достиг того, что тебя буллят. Почему нет? Ну, на самом деле, я с тобой отчасти аплодисменты. Слушайте, ну, на эту тему в свое время Джек Воробей прекрасно высказался, когда ему сказали о том, что вы знаете, они за глаза про вас такое говорят, он так, ну, за глаза они меня могут даже бить. Вот, так же и здесь, на самом деле. Вот там есть человек. Есть такой вопрос. Огромное количество людей, в том числе и я, сидят в контакте с достаточно обезличенных страниц. То есть, нереальное имя, нереальные фамилии, фотографий нет вообще. И при этом, когда тебе, ну, например, моя ситуация, в 3 часа ночи ни с того ни с сего пишет человек с такой же обезличенной страницы и у вас с ним как-то завязывается диалог, ну, мало ли, там, ну, ночью, там, разные мысли в голову приходят. И потом она так невзначайно начинает говорить факты из твоей жизни. То есть, тебя зовут так-то-то, ты учишься там-то, и ты думаешь, блин, а как она все это нашла? А потом, путем небольших, так сказать, математических сложных вычислений, понимаешь, что она, в принципе, возможно найти твои уже не обезличенные страницы, тот же Инстаграм, и там уже все про тебя ясно. А в такой ситуации, если ты до этого сразу не додумываешься, имеет ли смысл бить тревогу? Или можно просто подумать, что твоя конспирация недостаточно эффективна? Ну, на самом деле, бить тревогу просто так очень глупо, потому что, на самом деле, человек не всегда преследует какие-то ужасные цели. Стоит бить тревогу тогда, когда ты находишь у себя по двери записку «Привет, это я». Вот это вот очень страшно, потому что неужели этот человек реально тебя нашел в реале? Ну, или когда он начинает присылать тебе угрозы уже в ИРЛН? Бить тревогу нужно, когда теряешь стремительно чувство безопасности и защищенности. Другой вопрос, что если ты его теряешь по жизни, тогда действительно стоит бить тревогу и идти к психологу. Да, конечно. Ну, как-то так. Буквально секунду, отличное выступление, очень смешная шутка, хотел выразить отдельный респект, амбассадоры сельских угодий, я скинул сейчас всем друзьям, всем очень смешно, юмор класс, спасибо. Вот так, вот так, правильно. Побольше респектов выступающим, дамы и господа. Ну, Саша, спасибо, правда, выступление было отличное. Спасибо.